Добро пожаловать в предпросмотр патча Лиги Легенд Ускорение, исцеление и стоимость заклинаний повышается Зачем мы вводим эти изменения? Эти усиления для защитного саппорта Кайли Благословение Слыши сейчас более сравним с другими моментальными исцелениями в нашем мире Действительно позволяет спасать товарища по команде более эффективно Также это дает больше гибкости Вы можете ускорить танка для начала тимфайта или же ускорить серьезный кандидат Увеличение стоимости заклинаний нужно для балансировки усиленного исцеления Это позволяет Кайли спасать товарища по команде в опасных ситуациях И чувствовать себя действительно героически, поддерживая уровень здоровья Для игроков, которые хотят играть Кайли как Кэрри Эти изменения позволят вам спасаться от ганков и неприятных ситуаций Также хорошо, как и догонять и убивать врагов Это должно сделать Кайли более сильным в любом из вариантов прокачки Тима получит несколько усилений и исправлений бага в следующем патче Но я особенно хотел бы возить одно изменение Токсик Шот на данный момент имеет баг, который заключается в том, что если вы атакуете слишком быстро Вы задерживаете или вообще предотвращаете урон за время от Токсик Шот В этом патче мы исправим это, так что Токсик Шот будет наносить урон раз в секунду, как и должен А не в зависимости от того, насколько быстро атакует Тима Морелло, что это означает для Тима? Исправление этого бага означает, что его урон увеличится в любом случае Когда твоя скорость атаки становится около одного удара в секунду Токсик Шот перестает наносить урон за время И это стоило Тиму много урона Даже если вы не собирали Тиму много скорости атаки, вы видели потери урона выше шестого уровня В конце концов Этерам насильно усиление урона Тима Также изменения коснутся его ульты и муквы, но мы хотели выделить это усиление, так как оно является самым на ощупь В итоге мы считаем, что Тима станет намного лучше с этими изменениями Так что попробуйте им поиграть, особенно если вы долгое время не выбирали его, и скажите нам, что вы думаете Мы проанализировали варианты рун для магов на средней линии и пришли к такому же выводу, как и наши лучшие игроки Запоставление направленных на атаку страниц рун не имеет смысла Потому что самым оптимальным вариантом является сбор рун на магическую защиту и игнорирование всего остального Даже если вы хотите больше атаки, то нет никакого другого интересного варианта выбора В этом патче мы изменили несколько рун Марки, глифы и квинтэссенции на магическое сопротивление были ослаблены В то же время, глифы носили умение и магическое проникновение, а также квинтэссенции на магическое проникновение были усилены Что мы надеялись получить с этими изменениями? Каждый раз, когда мы пытались установить баланс рун, целью всегда было создать больше вариантов и разнообразия Мы хотим, чтобы ваши страницы рун выглядели более мощными и впечатляющими, а также отображали ваш стиль игры Так как магическое сопротивление вытеснило атакующие рун, это означало, что вы не могли создать атакующую страницу рун и мы хотели исправить это. Для людей, которые выбирали атакующий путь, не было достаточного выбора хороших руны. Усилив эти руны, маги сейчас действительно имеет больше вариантов жизнеспособных конкурентных руны. Одна вещь, которую мы хотели сделать, это чтобы ваши руны не лежали без дела. Если вы также будете использовать страницы рун, ориентированные на магическое сопротивление, в итоге вы потеряете всего 4 магического сопротивления с ума. Мы смотрели матчи турнира и обнаружили, что игры, как правило, быстро превращаются в неконтролируемый снежный ком. Например, одна команда получает огромный отрыв в уровне, и даже если проигрывающая сторона выиграет битву, они не смогут сократить отрыв. В этом матче мы поправили получение опыта чемпиона при убийстве другого чемпиона. Если кратко, убийство игрока выше тебя уровнем даст больше опыта, чем раньше, в то время как убийство соперника ниже твоего уровня даст меньшую награду. То мы ожидаем увидеть в результате этих изменений. Убийство у кого-то выше себя уровнем трудно и требует много навыков. Эти изменения делают убийство высокоуровневого соперника более выгодным и приоритетным. Это значит, если команда проигрывала игру, но смогла выиграть битву, то у нее снова появляются шансы на победу. Они восстановили свое положение и тебе необходимо отбить преимущество назад, как это сделали они. Мы пытались быть очень осторожны с этими изменениями, чтобы не позволить команду перетягивать резинку с этой механикой. Это значит, что выиграв одну битву, ты сильно не выигрешься вперед с соперником. Вам все еще нужно выигрывать соперников последовательно, чтобы достичь победы. Спортам должно понравиться это изменение. Когда суппорт контролирует карту, помогает товарищам по игре, то он немного отстает по уровню. Когда же он участвует в кинг-файтах и получает ассисты, то он догоняет из своих членов команды намного быстрее. Спасибо, что смотрели предпосмотр патча Леги Леген. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить лайк под видео. Субтитры сделал DimaTorzok